На что Путин опирался, на что он мог опираться, когда он шел с войной на территорию Украины, хотя хотел захватить территорию Украины, он же все равно должен был опираться на военное руководство Российской Федерации в том числе, то есть какая-то база. И опять же из того, что звучало из уст в интервью с Данью Бильд, замначальника главного управления разведки Министерства обороны Украины, то, что говорил Вадим Скибицкий, он озвучивал такую версию, что в Кремле трижды откладывали вторжение в Украину, и в последний раз в середине февраля. И Путин несколько раз обсуждал эту дату вторжения с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и с министром обороны Сергеем Шойгу. Давайте Скибицкого услышим. ФСБ настаивало на наступлении. Там были убеждены, что готовы ко вторжению. Сотрудники ФСБ вложили огромные ресурсы и подталкивали Герасимова к атаке. В конце концов Герасимов поддался давлению и одобрил операцию, но недооценил ситуацию. Тот факт, что российские части были снабжены продовольствием, боеприпасами и горючим только на трое суток, показывает, как сильно они просчитались. В первые дни войны лучшие части российских вооруженных сил понесли самые тяжелые потери, поскольку не были готовы к бою. Все первые цели Российской Федерации провалились. Враг не смог оцепить Киев, а также не смог захватить Сумы, Чернигов или Харьков. Вадим Скибицкий, замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины, в интервью изданию BILD. КГБ, когда он там еще работал, ФСБ и Питерская мэрия, это вообще кооперативное озеро, это же ближайшее окружение. Если судить из логики изложенного, ну даже нет сомнений в словах нашего управления военной разведки, это значит, что зачинщиком всей этой истории была группа силовиков, но не армейских. Это ближайшее окружение, это ФСБ, значит, Патрушев, Бортников, это Сечин, которые действительно качали Путина на войну, которым казалось, что война очень быстрая будет, победоносная, которая, по-моему, позволит решить все навязавшиеся проблемы за 8 лет вот одним вот взмахом меча, и вот этот Горди Вузел будет разрублен. Ну, Горди Вузел, это подразумевалась Украина. Я вижу, что армия сопротивлялась, то есть 3 дня переносилась, но, и это же новое понимание из логики происходящего, что если армия постоянно отказывалась, там, переносили сроки, мы не готовы, мы не готовы, то дальнейшие какие-то переносы, они были чреваты тем, что высшее армейское руководство могло быть просто отстранено от должности, то есть в силу кулуарных интриг каких-то, то есть уже не было возможности отпираться дальше, и было принято решение, ах, черт, с вами, давайте, ладно, наступаем. Если вы говорите, что 3 дня, если вы уверены, что там все-то быстро падет, что Зеленский убежит, что правительство Соединенных Штатов и Европейского Союза не будут помогать Украине, тогда, ладно, мы ныряем в эту авантюру, давайте. И важный нюанс, нужно же понимать, как работает вертикаль Путина. Если у Путина есть какая-то мысль, а подчиненный говорит, нет, так не работает, то это подчиненный не будет работать в ближайшем окружении, его будут максимально дистанцировать от Путина и убирать. То есть остаются те, кто будут поддерживать его мысль. То есть ему важно видеть в своем окружении людей-сторонников, его срадников, которые говорят, о, да, Владимир Ильич, вы правильно говорили, действительно загнивающий Запад. Вы говорили, что Зеленский убежит. Да, действительно, наша разведка говорит, что он убежит. То есть и они в этом водовороте лжи, вот этот уроборус, этот змей, который пожирает себя. И вот это вот привело к тому, что они просчитались, капитально просчитались. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok